привет youtube вы на канале hot game tv и я продолжаю прохождение игры mass effect в этой серии мы поговорим с экипажем в прошлой серии мы спасли лиару тисони азари специалиста по протеанским технологиям теперь стоит поговорить с экипажем серия полностью будет посвящена разговорам так что экшена не ждите да и нужен он вам эта игра не про это не совсем про это так одну секунду мне надо отойти я поставлю на паузу и так я вернулся для вас прошла секунда эта игра не совсем экшен не только экшена это еще и глубокая история история мира mass effect разносторонняя история так давайте поговорим с джокером пусть она будет золотая медалька вы уж не забудьте представить меня к награде за то что я уберег от огня вашу жизнь если я представлю вас к награде в конце концов вы окажетесь на сцене и будете два часа слушать как политики толкают речи верно подмечено небось эти зануды еще бриться заставят а я как последний пижон семь недель эту красоту отращивал не пусть от сосуд ну что капитан может все таки скажете зачем пришли я такую красоту обычно вообще не напрягаясь отращиваю мне просто лень ее сбривать как наша нормандия она действительно так хороша как о ней говорят нормандия лучший корабль флота если есть пилот который знает как с ней обращаться баланс довольно необычный приходится привыкать к тому что в заду у нее двигатель переросток с ним надо поосторожнее а то мощность может вырваться из под контроля для среднего пилота альянса нормандия пожалуй крутовато но к счастью для вас я далеко не средний какое у него громадное эго я хочу знать свой экипаж можно задать вам несколько вопросов я уж вижу к чему вы клоните проверили мою биографию но и зашибись я скажу вам все тоже что сказал капитану андерсону я пригожусь вам в качестве пилота я не хороший пилот даже не отличный я просто черт возьми лучший рулевой во флоте альянса я лучший выпускник курса летной говно школы у меня ту его куча разнообразных поощрений и я никогда не просил снисхождение из-за болезни о чем вы говорите вы больны то есть то есть вы не знали вот черт ладно у меня синдром в ролика врожденная хрупкость костей кости у меня в ногах неправильно развивались если приложить даже небольшое усилие они ломаются ходить трудно даже с костылями и скобками один неверный шаг и хрязь все это очень драматично но я научился жить с этим капитан дайте мне нормандию я заставлю ее танцевать для вас только меня самого не просите встать и сплясать постарайтесь смирить свои садистские наклонности до хрустальный человечек очень печально болезни расскажите о своей болезни расскажите мне о синдроме в ролика раз уж мой корабль ваших руках я должен знать но еще бы это очень редкая штука что ее вызывает точно неизвестно наверно что-то генетическое в принципе можно жрать какие-то пилюльки но полное излечение невозможно мой случай почти критический я родился с десятком переломов бедра голени то есть у меня кости ломались еще в очреве матери сто лет назад я подох бы в младенчестве но мне крупно повезло современная медицина превратила меня в полезного члена общества вы же не сломаете себе ноги управляя кораблем ну капитан я ж не ногами управляю так что пока я в этом кресле все в порядке хотя чтобы встать и пойти отлить приходится напрягаться я свое дело делаю не хуже чем любой на корабле а вообще-то и лучше так что расслабьтесь я не хочу вас ставить в неудобное положение давайте поговорим о чем-нибудь другом как прикажете капитан почему все зовут вас джокером звучит не так пафосно как лейтенант космических сил альянса джефф морро к тому же джокер он как бы и в колоде и как бы сам по себе вы уходите от вопроса слушайте я себе имени выбирал одна инструкторша в летной школе доставала меня что я мол никогда не улыбаюсь стала обзывать меня джокером шутником вроде как вот и прилипла бэтмен на тебя нету почему вы не улыбались да я там за троих вкалывал капитан хрена лысого ты добьешься если будешь только ходить до скалится как идиот концу того года я был лучшим пилотом в академии летал даже лучше инструкторов и все это знали им всем пришлось отсосать у задрота на скрипучих ножках вот уж на церемонии выпуска я поулыбался как вы оказались в альянсе если вы хотите послушать трогательный рассказ о мальчике-инвалиде преодолевшим невероятные трудности вас ждет разочарование моя мать была служащей работала на альянс по контракту я вырос на станции арктур флоты тогда еще строились проторчишь столько времени рядом с кораблями альянса скорее всего загремишь в академию мне пора идти хорошо увидимся ну что ж видимо у джокера не сладкая судьба а представляете тряханет кораблик что тогда с ним будет сразу кости все переломаются это конечно смешно для тех у кого такая болезнь и для всех вообще поговорим короче с кайдоном прошлый раз с ним не разговаривал вам что-нибудь нужно капитан пытаюсь понять настрой команды есть что сказать это формальная оценка капитан или без протокола какой уж тут протокол есть что-то о чем вы хотите поговорить честно я думаю что что-то тут неправильно этот саран ищет записи о какой-то галактической катастрофе а мы не можем получить поддержку совета простите капитан это же письмена на стене но кое-кто их не читает совет не хочет видеть плохого я бы сказал что такова природа людей но понял вас да просто за столько времени совет пожалуй должен был догадаться что что-то произойдет извините за неформальность в боира протоколе мало думают расскажите мне об этом по нашу сторону шлюза так никто не выражался баир все ребята кого туда запихали говорили просто мозголомка простите запихали это неправильно нам оказали честь пройти оценку наших способностей с целью улучшения понимания биотиков хотя бывают и худшие последствия случайного облучения нулевым элементом на внутриутробной стадии опухоль мозга например обратите внимание какое у него детальное лицо я получаю получается тут только два персонажа так детализированы это шепард и кайда на ленка чему бы это так чертовой корпорации не буду я слишком сильно какого была смертность я вижу повезло много людей погибло из сотни процентов у 60 ничего не происходит у 30 неблагоприятные эффекты всякие мелочи вроде рака мозга в оставшихся 10 проявляются способности которые могут быть усилены имплантатами хотя иногда они пропадают не то что рак бац и ты уже на нулевом скачке и как мальчишки с этим быть на станции на краю солнечной системы нулевой скачок это станция гагарин да каково там да официальное название такое самая большая и самая дальняя наша станция в течение многих лет как раз на границе солнечной системы там раньше проводились безуспешные исследования технологии сверхсветовых полетов пока мы не узнали секрет полей эффекта массы в мои времена это была чисто научная платформа но там еще другие ребятишки были да вы хотя бы были не один это верно мы каждый вечер перед отбоем собирались в такой кружок хотя делать особо было нечего научная платформа к стране только она тикс ее запретил подключать чтобы не было утечек крутили романы вы же все были подростками наверняка находились и другие способы занять время конечно мы ходили из таких капитан по крайней мере чтобы так вот сразу была одна девчонка с которой я много общался но все было прилично райана и звали она была из турции из очень богатой семьи но умная и ужасно славная и красивая но нос не задирала думаю она бы вам понравилось но все было прилично чушь это чушь это ты так оправдываешься вы ее любили похоже она была особенной девушкой было может и она испытывала похожие чувства но так ничего и не сложилось тренировки знаете до тренировки так друзья намеренное облучение вам известны достоверные случаи намеренного облучения никому не известно хотя это не значит что их не бывает отследить где случайность а где нет невозможно тогда все было иначе потенциал абиотических технологий никто не знал так что правил было немного чтобы канатик с ней делал все хорошо я не говорю что они нарочно взрывали двигатели над нашими поселениями но как-то уж очень быстро они появились на сцене взрывали двигатели над их поселениями так сурово ну ка что там еще осталось ничего больше нулевой скачок далеко от дома каково там было по телевизору на шаг но в космос выглядит лучше но это мои собственные проблемы капитан не стоит они говорить галактика большая лейтенант кто знает что может пригодиться как скажете сэр к тому же мое прошлое осталось позади посмотреть насколько детальное лицо даже у эш не такое детальное наоборот даже сказал бы у эш кривое лицо я поэтому первый раз когда играл с лиарой крутил роман потому что она мне больше понравилось а в третьей части я вообще эш не узнал я думал что это новый персонаж и в трейлере когда увидел тоже не знал что это эшли давайте с лиарой поговорим зашли меня проведать капитан выглядите вы гораздо лучше а как себя чувствуете доктор чак вас обещала поставить меня на ноги она превосходно разбирается в физиологии азари выглядишь гораздо лучше а как себя чувствуешь зашел с таким голосом спросил намек уже на роман да это ее профессия до свидания она у нас молодец вы в хороших руках доктор чак вас свое дело знает капитан я так и не поблагодарила вас за то что вы спасли меня от гетов если бы не вы я кстати буду отыгрывать шепарда бабника не стоит я рад что мы оказались там во время я тоже я знаю что вы рисковали взяв меня на борт я же вижу как ваши люди ко мне относятся они мне не доверяют но я не такая как бенезия и сделаю все чтобы помочь вам остановить сарена обещаю не волнуйтесь лиара я вам верю знаю вы меня не подведете для меня это очень важно капитан спасибо расскажите мне о себе лиара о себе боюсь моя жизнь не так интересный капитан в основном я проводила время на дальних раскопках добывала из земли всякую ерунду погребенную в старых протеанских руинах я так понимаю занятие ваше опасное к тому же вам бывает одиноко иногда я натыкалась на местные формы жизни или сталкивалась с шайкой наемников или каперов но я всегда была очень осторожна мои биотические способности всегда выручали меня пока гетты не напали на меня в тау артемиды а что до одиночества что ж это то мне и нравилось больше всего иногда мне просто надо побыть одной вы не любите общество думаю дело в том что я дочь матриарха и все ожидали что я пойду по стопам бенезии сделаюсь вождем нашего народа матриархи ведут своих последовательниц в будущее они ищут истину о том что еще только грядет может потому я так заинтересовалась тайнами прошлого глупо звучит когда говоришь об этом вслух будто бы я стала археологом только чтобы насолить бенезии вам должно что-то нравится в этом я люблю свою работу мне нравится раскрывать забытые тайны истории вы прикоснулись к действующей технологии протеан вот почему вы так для меня интересный капитан звучит так словно вы хотели бы препарировать меня в лаборатории что нет я не имела в виду ничего я я не хотела вас обидеть шепард я только хочу сказать что вы были бы интересным образцом для глубокого исследования нет так еще хуже успокойтесь лиара я просто шучу шутите святая богиня какая же я глупая наверно вы считаете меня полный идиоткой теперь вам должно быть ясно почему я предпочитаю работать с компьютерами и записями я вечно говорю что-нибудь неловкое в присутствии других пожалуйста давайте сделаем вид что этого разговора не было но он же был бенезия вы знаете почему бенезия встала на сторону сарана я этого не понимаю она всегда открыто говорила о том что азари должны больше участвовать в основных событиях галактики может быть она решила что объединившись с сараном в конце концов послужит большему благу по крайней мере я так надеюсь вам эти разговоры мучительны да мне все это непонятно я много лет не общалась с бенезией но я же ее знала она была не такой что-то изменилось хочу побольше узнать о базаре наша раса первая открыла цитадель мы сыграли важную роль в формировании совета при разногласиях в галактике мы всегда стараемся быть голосом мира и сотрудничества мой народ считает что все мы части единого галактического сообщества каждый вид вносит свой вклад в общее дело хотя мы стремимся к пониманию других видов мало кто хочет понять нас галактика полна слухов и домыслов о нашем народе каких например большинство заблуждений вертится вокруг наших брачных ритуалов мы однополый вид для нас понятия мужчины и женщины не имеют смысла но для размножения нам требуется партнер этот второй родитель однако может принадлежать к любому виду и полу не понимаю вы можете спариваться с кем угодно спариваться это не совсем то слово физический контакт может присутствовать или отсутствовать это не главное в чем заключается союз подлинная связь это связь разумов наша физиология позволяет нам соединяться с другими существами мы можем проникать в самые глубины их сознания мы исследуем генетическую память их вида разделяем базовые элементы их личной и расовой идентичности и затем мы передаем их черты нашим дочерям таким образом мы способны развиваться как вид и обретать лучшее понимание других рас что случается с вашим партнером после союза бывает по-разному некоторые союзы это однократные встречи после которых родители расстаются другие могут быть более длительными иногда азари и ее партнер остаются вместе на много десятков лет вы азари можете прожить до 1000 лет что бывает когда ваш партнер умрет мало кто из разумных видов обладает нашей долговечностью мы научились подходить к своим союзом философски мы мало думаем о неизбежности утраты своего партнера предпочитаем наслаждаться тем временем что можем провести с ним и даже если партнер уходит из этого мира частицы его живет в нас союз это связь выходящие за рамки пространства и времени вы знаете кого выбрала своим партнером матриарх беназия она редко говорила о своем партнере но я знаю что мой отец если вы хотите это так называть принадлежал к народу азари мне казалось одним из родителей обязательно должен быть представитель другого вида подумайте шепард если бы мы не могли рожать детей в пределах собственного вида то вымерли бы задолго до того как овладели искусством космических полетов внутри видовые союзы теперь редки во всяком случае для целей размножения большинство азари считает что это ослабляет наш генотип дочери азари наследуют расовые черты своих отцов если оба родителя азари ничего не приобретается так по крайней мере говорит здравый смысл я то кого иногда называют чистокровная хотя ни одна азари не посмеет сказать мне это в лицо у нас это считается большим оскорблением возможно партнерша бенези тяготилась их союзом даже наверно стыдилась при всех признать меня своим потомкам может она хотела с вами встретиться но не смогла с ней могло что-то случиться может она погибла не исключено что вы правы надеюсь что так но точно это выяснить невозможно бенези никогда не говорила о своем партнере что бы там ни было ей было слишком больно об этом вспоминать она растила меня одна хотя это нередко бывает азари часто воспитывают детей в одиночку особенно если отец относится к недолговечному виду партнер нередко умирает до того как ребенок успеет повзрослеть мне пора до свидания шепард ну вот так вот мы узнали немножко наши азари лиари чуть опять не забыл ее имя так сейчас ездим вниз поговорим с другими нашими членами 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 нашего экипажа арен мы еще его увидим и и его не знаю когда же назвать капитан есть минутка поговорить я всегда готов выслушать подчиненного если вас что-то беспокоит выкладывайте хорошо я знаю что на борту нормандии свои порядки но меня волнуют инопланетяне вакариан и рекс при всем моем уважении капитан должны ли они иметь полный доступ к кораблю только вакариан рекс алиара а это талии говорите прямо сержант что вас волнует это самый совершенный корабль альянса вряд ли мы должны давать им возможность совать нос во все важнейшие системы двигатели датчики вооружение так я не могу их запереть не доверяете инопланетянам не доверяете союзникам альянса я бы не стала называть расы входящий в совет союзниками людям нужно научиться полагаться только на себя кстати нормандию же построили с помощью не не только альянса то есть это еще с помощью совета и ее построили вроде бы там же вначале об этом говорилось какой-то совместный проект вроде бы так что ее доводы тут бесполезны самостоятельность не означает одиночество я не считаю что союзников нужно отталкивать просто нельзя рассчитывать на то что они всегда будут союзниками как благородно не казались бы члены совета если они окажутся приперты к стенке то бросит нас я не думаю что будет именно так послушайте если на вас напал медведь единственный способ выжить это на ускать на него свою собаку и броситься на утек как бы вы не любили собаку она не человек это не расизм не совсем раз и входящий в совет всегда будут для них важнее чем люди теперь я вспомнил почему я с ней романов не крутил похоже вы долго размышляли над этим уильямс почему вы так думаете мои предки защищали альянс со дня его основания мой отец дед прадед все они брали в руки оружие и давали присягу пожалуй мы просто привыкли считать интересы земли своими интересами хорошо я понимаю чем вызвано ваше беспокойство уильямс но таковые условия нашей миссии хотите или не хотите но работать с инопланетянами вам придется нет проблем капитан вы говорите упала отжалось я падаю и отжимаюсь скажете поцеловать турианца поцелую вы поцелуете кого угодно по моему приказу зависит от ситуации сэр если вы прикажете поцеловать старшего офицера это будет нарушением устава а следовательно приказ будет незаконным я должна буду отказаться его выполнять и доложить вашему начальству сэр что вы думаете о последней миссии я не очень-то верю в историю доктора тессони в то что они с матерью не общались они ведь не чужие друг другу не у всех счастливые семьи да наверное не у всех жалко что руины совсем разрушились они же простояли тут тысячи лет это впечатляет поговорим позже уильямс буду ждать сэр упала отжалась так пойдемте стали поговорим ничего сказать не доверяет она инопланетянам я бы политикам больше не доверял чем инопланетянам там скорее политики нам палки в колеса составляют они инопланетяне сами по себе они ну тут все одинаковые на двух ногах с двумя руками некоторых конечно пальцев хватает но все по моему мысли это одинаково здравствуйте шепард с вами все в порядке не знаю у вас чудесный корабль и команда ко мне так хорошо относятся особенно ваш старший инженер но я здесь чувствую себя не уютно нормандии летит так плавно что кажется будто мы не движемся и двигатель работает так тихо как вы засыпаете по ночам я люблю тишину тишине спокойней не волнуйтесь вы привыкните но дело не только в тишине на корабле так пусто будто половина экипажа не хватает дома я очень ждала когда же отправлюсь паломничество мне так надоели эти бесконечные толпы и вот я здесь и словно бы скучаю по ним ностальгия порой мы не ценим то что имеем пока не потеряем его это верно я начинаю задумываться в чем смысл паломничество и это позволяет мне по-новому взглянуть на свой народ и культуру вы знаете порой бывает что кто-то уходит в паломничество и не возвращается я всегда думала что с ними что-то случается но может они просто хотят жить по-другому к варианте мне амишей напоминают кто кто не в курсе такая религиозная секта я бы назвал в сша не знаю если в европе где тоже люди живут в замкнутом обществе но в детстве или или во время скажем так как его совершеннолетия примерно я не помню точно детей отпускают в паломничество то есть познакомиться с миром пожить как обычные люди и все такое да и там тоже бывает что они не возвращаются но большинство возвращается обратно домой обратно к своим телегам к повозкам своим коням так ладно давайте продолжим но вы же вернетесь вы собираетесь вернуться на мигрирующий флот я не смогла бы бросить свой народ шепард в конце концов я вернусь но сначала надо остановить сарана иначе мне некуда будет возвращаться это я уже спрашивал так что мне нужно идти увидимся да увидимся пойдемте еще с рексом поговорим с гарусом я уже говорил там у него только про избаться спросить можно и так саран в бегах ему недолго бегать саран крут но я круче крут он сгнил насквозь я понял сразу как увидел его почему вы мне раньше не сказали сказал бы но не думал что это важно тут я решаю что важно рассказывайте как вы познакомились сараном это было давно какие-то наемники хвастались как работали на краю систем термина типа платят хорошо а хозяина вечно нет на месте никто не стоит над душой типа там нужно еще люди я и вписался не знал что саран в открытую набирает наемников не в открытую и сам он показался лишь однажды несколько месяцев мы устраивали налеты на корабли а потом взяли грузовое судно самую большую нашу добычу я был на борту обыскивал тела в поисках лишней пары кредитов и вдруг увидел его что сарану было нужно на этом корабле не знаю что ему было надо он просто ходил по кораблю смотрел кто-то из наших назвал его по имени но он с ними не стал говорить ни с кем не говорил он мне сильно не понравился так что я свалил оттуда даже не стал дожидаться расчета и что за груз перевозил этот корабль что искал саран не знаю я на борту видел только еду и медикаменты оружие кое-какое было но мелко если там и было что-то ценное я этого не видел потому и не говорил об этом раньше чей это был корабль торговое судно волосов большое охраны много но им с нами было не справиться больше вы его никогда не видели ну да я даже не знал кто это и до сих пор бы не знал если бы не вы но инстинкт мне подсказал правильно через неделю все наемники кто там был были мертвы все до единого печально до встречи так со всеми поговорили на этом часа серию закончу только добегу до мостика в следующий раз давайте глянем журнал на феррес полетим я думаю узнать и почему на феррес напали гетты или на вере отправляйтесь на на вере и выясните причины присутствия гетов на планете ну либо феррес либо на вере есть еще дополнительное задание траверс что тут у нас но это сбор жетонов и медальон и лиги единения и что там еще найдите эмблемы да ну вот это вот планеты просто открываете там находите сканируя их ничего особенного с потом вернемся на цитадель и там уже закончим секвест как-то так все на мостике надеюсь вам понравилась эта серия мы поговорили с экипажем узнали их историю надеюсь вам понравилось ставьте лайки что еще забыл сказать ставьте лайки ладно всем пока а